Детская поликлиника номер два изменилась до неузнаваемости. Интерьер стал красивым, а не грустно больничного оборудования точным и современным. Здание, построенное в 1990 году, еще ни разу капитально не ремонтировали. Поэтому можно смело утверждать, что в этом году медучреждение буквально зажило новой жизнью. Это цифровой рентгенаппарат, это ультразвуковые аппараты, один стационарный экспертного класса и один переносной, который будет нам позволять проводить диспансеризацию детского населения. Качественный ремонт и новое оборудование пришлись по вкусу маленьким пациентам. Эстетичный вид помещения и открытая регистратура без очередей больше всего понравились родителям. Новые пуфы, непотертые стены, ну в целом ощущение чистоты и благополучных условий для моего ребенка. К регистратуре, да, комфортнее уже и слышно, то, что стекло убрали, очень слышимость хорошая, удобнее. Записи, то, что электронные идут, очень удобно, очередей нету, с комфортом все. Санузлы к ним, доступ тоже хороший, там чисто, очень аккуратно. Министр здравоохранения Сергей Панченко осмотрел медучреждение, впечатления остались положительные. Но останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо довести до ума и остальные ульянские поликлиники. То есть мы видели игровые комнаты, яркие цвета, открытую регистратуру, новую картотеку, колл-центр. Все это должно быть в каждой нашей поликлинике, чтобы она действительно не на словах, а на деле была доброжелательной поликлинике, доброжелательной для ребенка и для родителей. На ремонт поликлиники было потрачено 30 миллионов рублей. Сумма поступила из резервного фонда президента Российской Федерации. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова